Фейки и постправда в городе прошла встреча с идеологическим активом. На сегодняшний день наше общество уже в полной мере прочувствовало, насколько это важно. О чем открыто должны заявлять белорусы. Лимит совести. В Бобруйске выявлено нецелевое использование бюджетных средств. Работы по укладке асфальта даже не производились. Кто свернул не на ту дорогу. Пик заразы. В стране растет заболеваемость гриппом. Аденовирусы, риновирусы, коронавирусы. Как уберечь свой организм. А также отечественный авторынок, экологичный продукт и новый этап. 30 января заключительный день регистрации кандидатов в депутаты, когда агитация. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. На фондоке прошла встреча с идеологическим активом Бобруйска. Главный спикер семинара – кандидат философских наук и доцент Федор Пекарский. В программе рассмотрение и обсуждение особенностей идеологической работы в современных условиях. В формате живого диалога участники говорили о стрессоустойчивости и профессиональном выгорании, формах и методах противостояния информационно-психологическому воздействию со стороны деструктивных сил. Они хватаются за различные источники информации, не всегда достоверны. И поэтому очень важно качественно обеспечить информационную повестку, пропагандистскую модель. За счет, во-первых, четкого и ясного изложения позиций государства, идеологической модели современного белорусского общества. На сегодняшний день наше общество уже в полной мере прочувствовало, насколько это важно – поддерживать стабильный и полномерный характер развития нашего общества. Но мало только чувствовать. Необходимо знать, как действовать, как поступать, как удерживаться и выдерживать определенного рода напряжения. Приводя большое количество фактического материала, лектор дал присутствующим возможность ощутить дыхание современного общества. И призвал коллег не сужать проблему и не стесняться называть вещи своими именами. Открыто говорить о государственной идеологии страны. Закатали совесть в асфальт. В Бобруйске выявлено нецелевое использование бюджетных средств. На благоустройство дороги было выделено более 40 тысяч рублей. Однако строительная организация решила распорядиться финансами на свое усмотрение. Руководители ремонтно-дорожного предприятия и заказчик давали подчиненным указания на изготовление заведомо ложных документов. В результате был оформлен акт с дачи приемки и ввода в эксплуатацию объекта, на котором работы по укладке асфальта даже не производились. Возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Рекордные показатели, централизованное тестирование и полезная разработка. Белорусские селекционеры вывели новые сорта яблок. В чем преимущество? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. 30 января – заключительный день регистрации кандидатов в депутаты. Избирательные комиссии в течение двух дней должны выдать удостоверение. С 31 числа по 24 февраля пройдет агитация. Та срочно проголосовать можно будет с 20 по 24. Единый день голосования, напомним, 25 февраля. Белорусам предстоит избрать депутатов всех уровней. Отечественные автодилеры прогнозируют спрос на легковушки в 2024. В планах рост продаж на 25%. На рынке страны появится не менее 28 моделей. Стоимость должна остаться стабильной. Согласно опросу, доступность кредитов, рост реальных доходов населения, инвестиции субъектов хозяйствования будут поддерживать востребованность авто. Лесхозы страны в 2023 установили рекорд по экспорту пиломатериалов. Прирост достиг почти 40%. Реализовано более 955 тысяч кубометров продукции в 9 стран мира. В Беларуси деревообработкой занимаются 100 производств, в том числе 88 цехов и 12 мастерских участков. В отрасли сохранены цеха, где трудится порядка 4,5 тысяч человек. Белорусские селекционеры вывели новые сорта яблок для производства сока. Они обладают высокой степенью устойчивости к болезням. Полезное качество позволяет сократить количество профилактических обработок за сезон с 20 до 2-3. Это делает продукт не только более экологичным, но и уменьшает себестоимость. Изменены сроки регистрации на централизованные тестирования. В этом году оно пройдет с 9 по 22 апреля. 27 мая дата СЭ и ЦТ для выпускников прошлых лет по предмету на выбор. 30 мая по белорусскому или русскому языкам. 3 июня ЦТ по всем учебным предметам. Проведение испытаний в единые сроки позволит создать равные условия для абитуриентов. Коварный вирус. В стране традиционный эпидподъем. Грипп и ОРИ продолжают оставаться самыми массовыми инфекционными заболеваниями. Больше всего от вирусов страдают дети – 67% зараженных от общего числа. Для минимизации рисков необходимо ограничить социальные контакты, укреплять иммунитет, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена вирусами гриппа и возбудителями негриппостных инфекций. Это аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. Единственным научно обоснованным и эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Лучшее лечение – профилактика. Укол здоровья медики рекомендуют делать ежегодно. Иммунитет от прививки сохраняется в течение 12 месяцев и эффективен против конкретного штамма вируса гриппа. Обратиться за вакциной можно в поликлинику по месту жительства. В Бобруйске 36% всех заявленных вакансий от организаций промышленности. Чтобы облегчить себе жизнь, можно обратиться в управление по труду. Актуальным остается переобучение. Освоить новое никогда не поздно. Виталий Гаврусев знает, как стать востребованным специалистом. Получить бесплатное образование в нашей стране могут не только школьники, студенты и учащиеся СУЗов, но и безработные. Для тех, кто не находит подходящих вакантий по своей профессии, либо вовсе хотят сменить род деятельности, на помощь приходят специалисты управления по труду, занятости и социальной защите. Рабочие профессии у нас всегда востребованы. Если человек идет на обучение, курсы бесплатны, платится стипендия. Есть возможность пойти обучиться на индивидуального предпринимателя, тоже востребованного, кто хочет открыть собственное дело. Список профессий широк. В городе нужны водители по грузчикам, троллейбусам, поварам, кладовщики, швеи, трактористы, продавцы, промышленные альпинисты, монтеры пути. В прошлом году на обучение с гарантией управление направило 100 человек. Во время учебы 87 из них изучали маршрут, коллективные договоры. В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. Регулярно проводятся электронные ярмарки. Управление по труду договаривается с какой-то организацией, тоже у нас такое практикуется. Мы собираем людей, отправляем их бесплатно обучаем, а потом после обучения они идут работать на данное предприятие. Для безработных это реальный шанс успешно вернуться к трудовой деятельности. А для выпускников общеобразовательных школ, которые не нашли свои фамилии в списках первокурсников, получить профессию бесплатно за счет средств бюджета, как и ранее, рынок труда города на Березине нуждается в людях рабочих специальностей. На сегодняшний день у нас по городу Бобруйск более двух с половиной тысяч вакансий. Из них по рабочим профессиям около тысяча восьмисот. Вакансии, самые востребованные у нас вакансии, что касается рабочих профессий, это слесаря, ремонтники, грузчики, швеи, повара очень востребованы, водители автомобиля. На заводе тракторных деталей и агрегатов всегда рады новым специалистам. Здесь требуются наладчики технологического оборудования, фрезеровщики, мастер производственного участка, укладчик-упаковщик, штамповщик. Список внушительный. При трудоустройстве, к слову, выплачиваются подъемные. Развитие очень хорошее. Завод стремится к новым технологиям очень сильно. И мне это очень нравится. Движение по карьерной лестнице, повышение разрядов на новой специальности, так как по этой специальности я работаю два года, более двух лет, то все меня устраивает. Очень нравится. В поисках работы все средства хороши. К слову, средняя зарплата за 2023 в Бобруйске – 1488 рублей. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск – 360. Сразу после нас Бобруйск.Лайф. Моя коллега Мария Бересневич сравнит, что общего между спортсменом и патриотом. Узнает, могут ли давать себе слабину чемпионы и выяснит, кого не хватает Бобруйскому ООРу. Ровно в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!